С наступлением теплой весенней погоды в некоторых районах Рязанской области появились очаги горения сухой травы. Травяные палы, в отличие от лесных пожаров, имеют значительно более массовый характер, охватывают большие площади и, главное, распространяются во много раз быстрее, что очень затрудняет их тушение. Буквально вчера в деревне Зарыдки Спасского района из-за пала травы пострадало несколько хозяйственных построек и полностью выгорело 10 гектаров земли. 24 марта в 17 часов 1 минуту на пульт диспетчера поступило сообщение о загорании травы вблизи деревни Зарядки Спасского района. В 22 часа пожар был ликвидирован на площади 10 гектаров. В тушении принимали участие 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 3 человека добровольной пожарной дружины. Задействовано было 3 пожарных автомобиля. За минувшие сутки сотрудниками МЧС было ликвидировано более 50 очагов горения сухой растительности в разных районах Рязанской области. За сутки 24 марта 2020 года пожарные подразделения выезжали 55 раз на тушение сухой травянистой растительности на площади 210 гектаров. К тушению привлекалось 182 человек личного состава и 64 единицы техники. В сухую и ветреную погоду возрастает риск возникновения происшествий, связанных с пожарами из-за неконтролируемого пала травы или сжигания мусора. Возгорания могут угрожать населенным пунктам, хозяйственным постройкам и промышленным объектам. Главное управление МЧС России Рязанской области информирует население Рязанского региона о необходимости воздержания от сжигания мусора, выжигания прошлогодней травы и разведения костров вблизи лесных массивов. Семен Иванов, телекомпания «Город».